В этом году на канале запущен цикл мифы о войне. Мы знаем, что нагорожено огромное количество мифов за время холодной войны по поводу нашей победы, собственно, по поводу того, какой ценой она была достигнута, какими силами и средствами и так далее. И среди мифов важную роль занимает и играет роль, конечно, я считаю, это миф, может быть, конечно, какие-то ученые со мной не согласятся, и это пока еще противоречит официальной точке зрения, это миф о Катыни и миф о Медном. В общем-то, эта тема Медного как раз является одним из важных аргументов той версии истории, которую нам навязывает раньше германская, потом и польская сторона. Дело в том, что одним из, скажем так, одним из аргументов против того, что российские войска были причастны, ну, Россия вообще была, и Советский Союз был причастен, точнее, именно Советский Союз был причастен к расстрелу немцев. Это то, что ситуация переходила под Смоленском из рук в руки, что, значит, были немцы там и так далее. То вот здесь те польские сторонники, значит, миф о расстреле, о Катынском расстреле подключают Медное в качестве именно такого железного убиваемого аргумента. Дескать, посмотрите, здесь тоже расстреливались польские офицеры, хотя никаких немцев, никаких фашистов и так далее здесь не было. И, соответственно, раз расстреливались здесь, то, значит, были расстреляны и в Катынском лесу. И очень важно сейчас провести, конечно, мощнейшие, мощнейшие, значит, археологические исследования всех захоронений, которые здесь есть. Я думаю, что археологи, историки обязательно это скажут, потому что именно с Медного, мне кажется, в значительной степени должно начаться движение по реабилитации Советского Союза и России в целом широко. Поэтому от вот этого черного пятна, который, на мой взгляд, незаслуженно на нас пытаются прилепить и давно уже прилепляют. И поскольку этой истории уже, значит, более 70 лет, скоро уже и 80 будет, как она стала достоянием мировой общественности, миф кочегается, живет, и польская сторона его активно-активно использует, в том числе и там в последних буквально заявлениях и публикациях, тем более жестким и более негативным для них будет падение. Ну, хорошо использовали этот миф тактически, и как это любят всегда те же самые англосаксы в своих информационных привычках, в своих информационных войнах. Создали сенсацию на пустом месте, объявили кого-то виноватым, сделали первые полосы, в течение недели отработали, и потом как раз стараются не напоминать. Через месяц, через два уже публика и не знает. Действуют по принципу, ложки нашлись, а осадок остался. Вот так было с ситуацией с Боингом, так было там с ситуацией с Олимпиадой, с этими допингами и так далее. Проводят скандалы, там скрипали какие-нибудь и прочие по полгода, но если спросить человека, того же там какого-то англичанина через год про этих скрипалей, у него останется очень смутное-смутное какое-то воспоминание. И даже если потом будет доказано, что никаких там скрипалей не было, и Россия не причастна, или как в случае с Навальным сейчас, у него останется общее негативное отношение. И в этом смысле это, с точки зрения политтехнолога, правильная грамотная работа с их стороны, когда они облили грязью, убежали, а потом делают вид, что все забыто. Поляки же поступили по-другому, и что называется, как в поговорке, кошка скребет на свой хребет. Они сделали эту тему таранной, они ее пропагандировали все время Холодной войны. Я имею в виду польскую миграцию прежде всего, а не Польшу, Ярузельского. Но потом, значит, 90-е годы, она звучала многократно, они принудили, что называется, наше руководство делать всевозможные заявления, идти на попятую, принимать декларации парламентами и так далее. Вышло огромное количество материалов, созданы музеи и так далее. И вот именно это все, на мой взгляд, и должно, просто обязано, исторически обязано сработать против них. Потому что разоблаченное чудовищное вранье как раз, что называется, будет показывать и станет символом того, как можно, оказывается, врать, как можно, оказывается, чудовищно клеветать, и как можно на протяжении долгих исторического времени использовать в информационной войне подобного рода инсинуации, подобного рода провокации. Это должно стать просто примером азбучным, который, как говорится, на весь мир должен потом просто пройти. Понятно, что их задача будет это замолчать, а вот задача нашей пропаганды, мы получим бесспорные факты в большом и нужном количестве, которые уже невозможно будет никак опровергнуть. В нашей пропаганде будет все то, что работало против нас, как говорится, повернуть против наших врагов в информационной войне. Это очень нужная дева, которая сейчас делается и Алексеем Васильевичем Чепой, и организаторами конференции, и поисковиками, и археологами, и историками, всеми, кто сейчас участвует. Это такая большая работа на пользу нашей Родины. Большое спасибо. Слышно меня? Я вас не слышу. Так. Спасибо. Спасибо, раз что занимаемся. Спасибо. 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 Спасибо.